всем привет хочу вам показать сегодня еще одну розгу но теперь на двойных стойках и горизонтальную для чего горизонтальную у меня тренировочная такая корзиночка и я хочу чтобы у меня бортик у этой корзинки был красивый то есть даже не бортик а если быть точнее торец корзинки был у меня красивый и сейчас еще я вставлю сразу скажу что стойки для загибки я буду вставлять постепенно объясню почему по одной простой причине потому что я буду плести не вот в таком положении лицо ко мне а с внутренней стороны вот так итак приступаем я беру две трубочки и вставляю вот так можно одну трубочку как хотите и укладываю стойки вот таким образом беру следующие две дополнительные обязательно две у нас в работе две стойки двойные значит 2 нужно будет брать так меня кусочек где-то вывалился ставлю сзади стойки вот так и сразу завожу стойки к себе вы знаете я наверное вытащу сначала буду постепенно вставлять так не будет удобней вот так вот мы сейчас будет дальше вставлять вот так по очереди вставила дальше два кусочка снова вставляю вот так вот так и вот так вот сразу загибаю вот дальше следующие две трубочки мы вставляем вот так дальше два кусочка опять берем вот так вставляю и параллельно укладываю трубочки вот так вот все вот у нас готова ваши три хвостика поехали и сейчас мы будем с вами вставлять наши стойки и сразу же проплетать вставляю столички вот вставила завожу как обычная розгума путем завели но здесь я на себя потому что мы изнутри же плетем и рядышком я укладываю вот эти вот стойки опять же таки параллельно и к себе вот так вот эти стоечки вот здесь можно подрезать раз и они у нас закроется дальше следующее стоят трубочки снова мы вставляем вот так заводим завели вот обогнула и рядышком укладываю сразу 1 и 2 вот так все должно быть идти параллельно дальше снова вставляем так здесь сразу я подрежу короткие вот эти завожу вот так все аккуратно не спеша потихонечку мы делаем шею никто никого не гонит слово наши два дни напоминаю что это розга на двойных стойках но вертика горизонтальная укладываем так я здесь не обрезала подрежем наши коротенькие снова завожу себе и вот эти параллельно погибаю ужас я уже с вами проклюту полностью здесь обрезать почему именно я плиту изнутри по одной простой причине потому что если плите как обычно то вот эта часть внутренняя она будет больше она будет больше чем вот эта часть то есть шире поэтому я плету так чтобы вот эта вот часть наша внутренняя часть нашей корзинки не было слишком как бы выпуклая в середину но вы когда плетете эту загибку старайтесь на себя не тянуть сильно а наоборот вот как бы туда вот вовнутрь наружу вот так понятно дело что она в любом случае будет проситься в середину загибка но надо постараться чтобы нам максимально отодвигать все вот наружу вот туда угибаем следующие 2 мы практически вот видите подходим к началу картинка небольшая здесь сразу я потрясаю дальше вот сюда и сразу же параллельно вывод этого часть вот так пальчиком как бы вот наружу старайтесь чтобы у вас шел все шло именно наружу выталкивать пальчиком вот наружу толкать подрезаю дальше можно вот так вот укладывать да а потом все вместе их вот так красиво загнуть тогда вот этот ваш изгиб будет аккуратный здесь тоже нужно смотреть чтобы трубочки шли параллельно так дальше у нас осталось три стоечки вставить давайте еще вот так попробуем по удобности кому как удобно и так раз уложили параллельно эти трубочки сейчас будут нам мешать загибаем так теперь сюда можете плести и не обязательно изнутри ну как бы это уже на усмотрение вас можете и папа по стандарту плести да то обычно лицом плетения к вам с лицевой стороны плести вот так скажу да они с изнанки как просто же говорю что мы чуть-чуть будет середину заходить ваши загибка здесь тоже как бы заходит но не настолько сильно потрясаю так наши эти трубочки сюда и последние наши две стоечки так теперь вот так и эти сразу параллельно вот мы подошли к нашему началу теперь отрезаем короткие и теперь нам нужно завести за стойку две пары вот зовут эту первую вот первые два розовых убираем заводит по очереди можете вместе как будет удобно неудобнее по 1 1 два три и последняя наша пара последняя наша трубочка 4 все поправляем кубочки еще не до конца увлажнилась все у нас осталось три хвоста эти три хвоста нужно прятать куда мы прячем начинаем по очереди вот видите как у меня лежат трубочки вот так вот и мы должны вкладывать наши хвосты вот они трубочки показывают направлении 1 должна лечь сюда 2 должна ли так приступать берем убираем первое и берем те что ближе к вам ну крайне с левой стороны я плиту слева направо поэтому у меня крайне левые и начиная заводить по одной раз также все параллельно должно улечься сразу же их подрезаю дальше следующую первую пару мы заправляем следующую теперь нам нужно вот укладывать вот сюда также вынимаем и буду вставлять вот эти две снова вот сюда 1 сначала одну вот крайне и потом следующее вот один минус я сейчас уберу руки и все покажу может немножко неудобно не видно здесь подтянули надо есть параллельному укладываем и теперь вот там вот снизу нам нужно это все дело подрезать теперь последние наши трубочки остались мы должны укладывать вот сюда вынимаю 1 2 и все подтягивать 1 1 1 и сразу же чтоб все шло ровненько вот так все сейчас я подрежу и мы поправим то что у нас получилось благо можно здесь подтягивать если что-то где-то в принципе вы можете сразу не обрезать трубочки до а оставить их и уже когда все вот четко конкретно подтянули если у вас где-то что-то не нравится вам вот тогда все снизу по обрезать тем более что у нас обрезки прям снизу будут их не будет видно можете делать вот так и вот такая вот загибка у нас получается все это все что я хотела показать сегодня если видео было полезно пальчик вверх подписывайтесь рекомендуйте буду очень рада вот такая вот у нас получилась загибка всем пока пока